Так, я заварил себе этот прекрасный сырный прямиком из кореи дошик, и сейчас, пока я его хаваю, буду с тобой общаться, братик. На связи, как всегда, отец Евген. Welcome на новый видик. Здарова, отец. И перед тем, как мы с тобой начнем, вот, ответь мне на один вопрос. Что такое, по твоему мнению, кринж? Что вот ты представляешь, когда слышишь это слово? Не нужно только, пожалуйста, говорить, что у тебя на уме какой-нибудь фрифайрщик 30-летний. Лично у меня в голове всплывают сразу же каналы какого-нибудь слэша или бвс-а. Где люди довольно сладкой и теплой внешности, так скажем, в погоне за хайпом и просмотрами, принимаются обсуждать темы, в которых, мягко сказать, не особо-то и разбираются. Один вон на серьезке решил разоблачать коллег по цеху, в которых ролики неоднократно пиздил, и подтягивать их за внешность, как четкий настоящий оффник. Чувак, ты жидкий нефор какой-то. Ну и в перерывах бороться со скамерами, тыкая одного за другим в рекламу наеба. Хотя сам в этих же роликах совсем не прочно ее прорекламировать. А второй в попу лазает рукой и за ним повторяет. Но да ладно, к этому мы обязательно вернемся в моих следующих видеороликах. Я тут готовлю разоблачение на этих двух братцев. А теперь давайте по теме этого видео. Сегодняшний криндж это ситуация, которая возникла вокруг одной из моих любимых игр за последние года. Тинни Банни. Для тех, кто в танке, это прекрасная игра от российских разработчиков, в жанре хоррора и визуальная новелла. Которая лично мне подарила массу положительных впечатлений. Играла в нее и на ПК, и на планшете недавно четвертый эпизод прошел. И вот буквально на следующий день после этого, один за другим блогеры начали выпускать ролики на тему того, что эту игру хотят запретить. И вот именно об этом запрете я сегодня хотел бы с тобой, братан, поговорить. Почему запрещают Зе Банни? Ой, простите, я же не тупой БВС. Который воруя ролики у людей, даже умудряется их ошибки повторять. И, братан, забегая вперед, не переживай. Как другие идиоты-блогеры, в этом ролике не будет каких-то спойлеров. Если вдруг эту игру ты не играл, не бойся, сюжетные твисты я тебе тут не раскрою, я не БВС. Поэтому выдохнули лайк авансом, подписка на канал, колокольчик и полетели. Кстати, братик, если ты не в теме до сих пор и с этой шедевральной игрой не знаком, то в моем телеграм-канале тебя уже ждет ссылка на ее скачивание. И я сейчас говорю не про ПК и ее версию, а про порт на мобильные устройства. Файл без вирусов, полностью рабочий, можешь не переживать. Ссылочка на телегу есть в описании и в закрепленном комментарии. И да, помимо нее, в моей телеге ты найдешь и другие, не менее интересные игры. Например, Фрифайр. Бам, блин. Ладно, ладно, шучу. Например, у меня ты можешь скачать дивизию мобильную или Варзончик. Обе игрушки работают, можешь залетать, качать и играть вместе со мной и моими подписчиками. Ссылочка ждет тебя внизу. В общем, что там случилось и почему каждый второй блогер снимает один и тот же ролик? Рассказываю. На одном из сайтов с петициями появилась очередная кринж-петиция, авторша которой призывает народ запретить игру по нескольким причинам. Во-первых, она мать троих детей. Ну, а во-вторых, игра Зайчик уж явно не для ее 13-летней дочери, которая после игры в нее сошла с ума. А все потому, что тут и насилие есть, и сексуализация малолетних детей, и их совращение, и вообще огромная куча самых разных сцен, на которые должна обратить внимание не кто-то там из соседнего подъезда, а сама Екатерина Мизулина. Блин, если честно, мне на секундочку показалось, что мы сейчас про канал BVS-а говорим. Ведь тут автор тоже малолетних детей сексуализирует, лумится над их внешностью, всячески их травит, фотки показывает без цензуры. Короче, Екатерина Мизулина, если вдруг... Ладно, ладно, все, честно, это последний укол в попку этого теплого блогера, с ним мы в моем следующем ролике обязательно разберемся. Каждый блогер, кто снял об этом ролик, преподносит эту петицию как что-то сверхзапредельное, и слушая их, я реально думал, что это какой-то дичайший хайп, что петиция вирусится, ее подписывают десятки тысяч ежемамок, и что мою любимую игру вот-вот запретят. А по факту это просто пердешь в пустоту. Эту петицию на момент съемки этого видео подписало на минуточку всего лишь 61 человек. У меня в подъезде людей больше живет. Я-то думал, там реально сейчас будет срач галактических масштабов, я зайду на сайт, а там уже сотни тысяч подписей. Но нет, все оказалось на много, на очень много скромнее. И вообще, мне кажется, что вся эта шумиха была поднята искусственным путем, специально для того, чтобы подобные BVS-у безграмотные педофилы, ой, то есть блогеры, снимали свои видео и повышали собственные охваты, а также охваты игры. И на то, что это петиция фейк, указывают сразу несколько факторов. У меня лично никаких сейчас сомнений нет, что никакой Миланы Ахметовой 38 лет от роду не существует в этой природе. Это просто самый обычный вброс, созданный для хайпа. Либо эту петицию создали сами разработчики, чтобы повысить ажиотаж вокруг своего проекта, либо блогер, который снял ролик про эту ситуацию самым первым, для того, чтобы хайпануть. Джим Голд, сучонок, а ну-ка признавайся, подлец, это был ты? Ах ты хитрец, фейкомёт, я уверен, сука, что это был ты. А вот эта петиция, для вашего понимания, была рождена на Change.org, в котором Школота вообще не сидит от слова совсем. И вот ответьте мне, пожалуйста, по-честному, до событий этого ролика вы хоть когда-то слышали об этом сайте? Уверен, что нет. Я сейчас про Джим Голда вообще не шучу, я не случайно его тут вспомнил. Просто посмотрите вот на это. Перед вами оригинал петиции и петиция, которую в своём ролике показал Джим Голд. А он, кстати, был одним из первых, кто эту тему на ютубе поднял. Но потом её там BVS на Аква спиздил, не проверив информацию. И другие блогеры. Вот найдите просто здесь одно отличие. И не спешите напрягаться, я сам всё сделаю за вас. В ролике у всех этих фейкомётчиков петиция, которую они там обсуждают, она датирована 8 июня. В то время как оригинальная петиция была написана раньше, 7 июня. Что-то мне подсказывает, что Джим Голд это... Ёбаный пиздобог! Ну а теперь давайте поговорим о том, почему оригинальная петиция это фейк. Я уж не говорю о той, которую написал для своего видеоролика. Золотой Джим в попу жим-жим. Во-первых, это я же мамка, автор петиции. Она уж очень хорошо для матери троих детей разбирается в лоре зайчик. Она знает буквально всех персонажей и все сюжетные повороты. Это просто представьте, её дочь, как она утверждает, пережила нервный срыв. И маман, для того, чтобы понять, а чё, собственно, случилось, она ничего лучше не придумала, чем пойти и самостоятельно ознакомиться с причиной срыва своей дочки. Она прошла игру от и до, изучив всех её персонажей, их характер, мотивацию в тех или иных ситуациях. Это маман буквально в этой петиции весь сюжет игры пересказала. Вот просто поставьте себя на её место. Ваша дочь там коньки двинуть из-за игры собралась, а вы вместо того, чтобы с ней к психиатру обратиться, идёте в игру играть и сюжет её изучать. Но это же бред какой-то. Во-вторых, хоть убейте, я дважды эту пасту перечитал, я не верю, что её писала 38-летняя маман. Уж очень много тонкостей она знает, и про настройки видеоигр, и порой словечки из молодёжного сленга у неё проскакивают в речи. И только этих двух причин достаточно, чтобы понять, что вся эта петиция и весь шум вокруг неё — это просто хайп. Это искусственно созданный ажиотаж, который направлен на то, чтобы повысить охваты как самой игры, так и роликов авторов, которые эту петицию освещают на своих каналах. То её сделал, утверждать сейчас не берусь, но то, что это фейк, сомнений нет никаких. Только дурак поверит в то, что эта петиция реальна. Ну или и блогеры, которые на серьёзных щах принялись это освещать на своих каналах. Хотя, чему мы с вами удивляемся, ёлки-палки? Ведь каждый из этих дурачков на серьёзных щах считает, что снимая ролики о том, что плохой Никоглай рекламировал запрещённые сайты с продажей запрещённых веществ, они тем самым борются с этой проблемой и ставят молодёжь на правильный путь. Идиоты, снимая об этом ролике, вы лишь охваты этой самой площадки повышаете. Вы абсолютно бесплатно её рекламируете и популяризируете то, с чем пытаетесь бороться. Поэтому я вовсе не удивлён, что эти бакланы на серьёзке вкидывают инфу и про зайчика. Они буквально верят во всю шляпу, что вы им скажете. И в синего кита, у которого нет за всю историю ни одного фактического подтверждения. Чулаки в 2023 году снимают ролики про кита и делают вид, что борются с их кураторами. Вам бы в следственный комитет, ребят, пойти работать. А то российские полицейские за 10 лет ни одного куратора так и не поймали. А вы в своих видео уже десятки нашли. И в купоны на 3000 рублей от Вау Береса не верят. Вон, слышак, мой любимый, в каждом своём разоблачении с камерами раздаёт подписчикам купоны, завлекая их тем самым на телеграм-каналы подозрительные. И плевать, что в Вау Берес уже 3 года как отказались от этих купонов. Их просто в природе не существует. А слышь, каким-то макаром умудрюся по этому купону часы себе купить. Переходи по ссылочке в описании и забирай свой купон за обычную подписку. Бересик вон про одноразки рассуждает, что их запретить надо. Ух, подписчики, не курите, это вредно. А сам только и делает, что пацанам в личные сообщения фотки своих, где одноразку сосёт, рассылает. Кстати, закину без цензуры в телегу. Ссылочка в описании и в закреплённом комментарии. И вы не думайте, чуваки, я сейчас этих умников не пытаюсь как-то ущемить или задеть. Хотя нет, кого я обманываю, конечно, пытаюсь. Потому что таких их морды в собственную санину нужно макать всегда, чтобы они наконец-то поняли, что что-то не так в этой жизни делают. Иначе просто берут, не проверяют информацию, вкидывают фейки. Сотни тысяч людей это смотрят, верят и бегут засирать интернет теориями заговоров. А вон после ролика Бивиса даже ответная петиция вышла, смотрите. Мои дорогие соратники, друзья, соперники, блогеры, крутые ребята, авторы фанфиков, чья-то мама решила запретить легендарную эпическую мега-супер эпическую новеллу «Зайчик». Но мы не будем это терпеть. Ё-моё, что я делаю? Блин, у меня уже дошик почти остыл, ё-моё, погодите. Короче, я всё это к чему сейчас веду. Какая мораль у этого видео? Да, я в очередной раз просто решил включить микрофон и на фоне геймплея с вами посидеть попиздить о том о сём. Но давайте всё-таки постараемся какую-то пользу из этого видео вычленить. Я думаю, не нужно верить всему тому, что вы видите и слышите в интернетах. Особенно, если вы это слышите от людей, для которых не существует никаких принципов морали. Слышь, вот маму за просмотры продал. А БиВС булки раздвинул, ориентацию сменил. В каждом посте этим теперь гордится. Не будьте как они. Проверяйте тщательно информацию. Эти дурачки не разбираются в тех вопросах, о которых вещают на своих каналах. Да камон, они даже в зайчика не играли. Это грёбаные позеры. Ну вот, просто давайте прямо сейчас посмотрим видео БиВиса про этого самого зайчика. Может быть я ошибаюсь и предвзято отношусь к нему. Короче, включаем. Кто не знает, недавно хайпанула игра зайчика. Да, недавно, всего лишь два года назад. Ладно, всё, дальше можно эту хуйню не смотреть. Пишите, короче, в комментариях, что думаете по поводу всего этого. Мне, честно, будет очень интересно прочесть ваше мнение. Лично я думаю, что никакого зайчика никто никогда не запретит. Игрушка крутая, она очень реально клёвая. Я её всем советую попробовать. Ссылочку на скачивание оставил в своём телеграм-канале. А ссылку на телегу оставил в описании и в закреплённом комментарии. Залетайте, скачивайте. И, конечно, если ролик вам понравился, лайкос поставить, не поленитесь. Ну, а если, братик, ты хочешь ещё качественного контента глянуть, то перед тобой прямо сейчас есть два моих очень интересных видео. Так что кликай на одну из них, которая больше тебе нравится. И желаю тебе заранее приятного просмотра. Ну, и, конечно, хорошего дня. Ну, или вечера, или ночи. Короче, ты понял. Субтитры сделал DimaTorzok